Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, зрители. Меня зовут Павел, мне 27 лет. В фикноверном зале занимаюсь больше 10 лет. Информация на канале Егора помогла найти и исправить ошибки в тренинге, составить план тренировок, помогла узнать много нового о правильном питании, о правильном построении тренировок. И я решил следовать пути, который проложил Егор. Сейчас я на второй ступени натурального бодибилдинга. Моя тренировка начинается с ходьбы на дорожке под наклоном в 20 градусов в среднем темпе в течение 5-6 минут для разогрева тела и подготовки организма к нагрузкам. Далее делаю общую суставную разминку. После разминки приступаю к экстензии. На каждой тренировочной неделе чередуется нагрузка и, соответственно, меняется количество повторений. От 80 с большим весом на одной неделе до 15-20 с меньшим на другой неделе. Далее цикл повторяется. В первых трех подходах прибавляю вес, а четвертый и пятый делаю с одним рабочим весом. На следующей неделе на такую же тренировку стараюсь прибавить от 2,5 до 5 кг. В перерывах между подходами или упражнениями обязательно пью воду, жду, когда дыхание придет в норму и перехожу к следующему подходу. После экстензии чувствую, как спина хорошо прогрета, размята, мышцы напряжены и готовы к силовой работе. Далее я включаю таймер на 50 минут и приступаю к первому базовому упражнению – приседаниям или становой тяге, в зависимости от тренировочного дня. Тренируюсь два раза в неделю. Стараюсь чередовать один день тренировки и 2-3 дня отдыха. В один день делаю становую тягу подтягивания жим стоя, в другой – приседания, отжимания от брусьев и жим лежа. Приседать предпочитаю с широкой постановкой ног в среднем темпе, четко контролируя движения при опускании в присед и подъеме. Контролирую прогибы и изгибы позвоночника, слежу за коленями, до конца не разгибаю ноги, не снимая нагрузку с мышц. Первые три подхода – подводящие, четвертый и пятый рабочий, с полной отдачей, но не до отказа. На одной неделе 5-6 повторений, на другой – 10-12 с меньшим весом. Становую тягу предпочитаю делать с постановкой ног на ширине плеч, то есть в классическом стиле. Подхожу к штанге, касаюсь ее ногами, фиксирую спину, напрягаюсь и усилим ног, будто хочу проломить пол. Тяну штангу вверх, до конца не выпрямляя ноги, спину не переразгибаю. Плавно опускаюсь вниз и делаю следующее повторение. Точно так же, как и в приседаниях, первые три подхода – подводящие, разминочные. Четвертый и пятый рабочие. Не довожу себе до отказа. Количество повторений – от 5 до 6 до 10-12. Вторым упражнением делаю отжимания от брусьев или подтягивания. Перед первым подходом делаю специальную разминку в кроссовере или на верхнем блоке. Эти два упражнения по отношению к другим я делаю наоборот. То есть, в дни силовой работы на 5-6 повторений в приседе или становой, отжимания от брусьев или подтягивания я делаю от 10 повторений и стараюсь делать как можно больше. Даже иногда довожу себе до отказа. В остальные же дни, наоборот, когда становую или приседания делаю на 10-12 повторений, подтягиваюсь или отжимаюсь я на 6-8 раз, но уже с весом. Как правило, за тренировку по отношению к следующей стараюсь прибавить от 2,5 до 5 кг. В отжиманиях от брусьев стараюсь развести локти пошире. Опускаюсь плавно, без резких движений и мощно отжимаюсь, до конца не разгибая локти. Также не опускаюсь слишком низко, чтобы не растянуть плечевые связки. В подтягиваниях пытаюсь больше работать спиной, минимально подключая руки. Вверху сложу лопатки для лучшей проработки мышц спины. И третьим упражнением делаю жим лежа или жим стоя. Первые три подхода подводящие, четвертый и пятый рабочие, с одним и тем же весом. В жиме лежа, после снятия штанги со стоек и опускания ее на нижнюю часть груди, держу локти под углом 45 градусов по отношению к туловищу, что хорошо подключает трицепс в начале амплитуды. А с середины развожу локти, максимально подключая грудные мышцы. Также важно, особенно в тяжелых рабочих подходах, подключать ноги, чтобы они давали начальный импульс движению. В жиме стоя, снимаю штангу с уровня подбородка, ноги чуть согнуты, спина прямая, с естественными прогибами и изгибами. Без рыбков жму штангу и опускаю не ниже подбородка. Повторение в этих упражнениях делаю не до отказа. После последнего подхода фиксирую время силовой части тренировки. Оно не должно превышать 50 минут. Пью протеиновый коктейль, ем банан и иду делать гиперэкстензию. 5 подходов по 12 повторений. Затем я делаю заминку с постепенным снижением скорости и угла накона. Привожу таким образом пульс в спокойное состояние. В конце тренировки делаю растяжку на рабочие мышцы и на остальные. Движения делаю плавно, аккуратно, с чувством растяжения мышцы. На этом тренировка заканчивается. Я желаю всем успехов в тренажерном зале, новых рекордов, новых побед, прогресса. А Егору выражаю благодарность за полезные и познавательные статьи и видео о бодибилдинге. Всем спасибо за внимание.